Субтитры создавал DimaTorzok Якобы Северный Казахстан не является казахской землей Причем отвечать этим глупцам я буду ссылками именно на российские и русские источники Итак, начнем В 1755 году появляется на свет один из самых первых источников по казахской истории Который называется Топография Оренбургской губернии Его автором является известный российский историк и географ Петр Иванович Рычков Рычков в этой своей книге определяет границы Среднего Жуза следующими словами Средняя Шкиргизская Исадская Орда знатные кочевья имеют в ниже писанных местах А именно Дальние Улусы обыкновенно кочуют по реке Сарысу Которая вышла из Зюнгар и течет близ Туркестана Расстоянием от Орской крепости от 15 до 20 дней конной езды То есть по Рычкову выходит, что северные владения Среднего Жуза Простирались на 15 дней пути от Орской крепости Если учесть, что один день пути примерно равен 32 километрам То 15 дней пути означает 480 километров А это в свою очередь показывает, что такие современные российские города Так как Челябинск, Оренбург, Магнитогорск были землями Среднего Жуза Впоследствии это подтвердил в своей книге «Казахи Южного Урала» Другой известный российский писатель-этнограф Юрий Башняков Он пишет, что место, где стоит сегодня город Магнитогорск Населял казахский род Мангыт и от его названия и происходит город Магнитогорск В этой же книге Башняков указывает, что и название города Челябинск тоже является казахским Идем дальше В 1790 году выходит книга под названием «Описание Средней Орды Киргиз-Кайсаков» Автором этой книги был майор Иван Григорьевич Андреев Который в 1757-1773 годах служил в Петропавловской крепости Так вот майор Андреев в своей книге пишет «Границы сего народа со времени взятия Сибири От реки Ишим, где ныне город Ишим На реку Табул, где город Курган И на реку же впадающую Тар, где город Тара Но в последующие времена по учреждении и заведении Ертышской линии Отнесены также и отграничены новой линией Киргизы или по тогдашнему названию Казачья Орда Отошла далее в степи То есть по этому тексту становится понятно Что не только Северный Казахстан А даже такие регионы, как Курганская и Омская области Находились в 18 веке под властью казахов И эти земли перестали принадлежать казахам Только после того, как здесь были построены крепости Так называемой новой линии И тут кто-то может сказать, что Андреев ошибается Но самое интересное заключается в том Что сведения Андреева практически полностью повторяются Другими источниками Откроем журнал «Сибирский вестник», который выходил в Петербурге С 1818 по 1824 год Так вот, в одном из номеров этого журнала за 1820 год Опубликована статья известного российского исследователя Спасского Киргиз Кайсаки Большой, Средней и Малой Орды Так вот, в этой своей статье Спасский пишет При самом покорении Сибири российским оружием Киргиз Кайсаки или по тогдашнему названию Казачья Орда Обитали Во-первых, от реки Ишим, где ныне город с его имени До Табола, где город Курган И до реки Тара Посмотрите, сведения Андреева и Спасского Которые лично служили на казахской земле Почти полностью идентичны Причем эти два русских исследователя Жили совершенно разное время И не могли знать друг друга Это может говорить только об одном Казахи действительно владели современной Курганской, Омской, Тобольской, Тюменской И Челябинской областями Следующим источником, который доказывает тот факт Что казахи испокон веков владели своими северными территориями Является знаменитая книга Ираклия Левшина Описание киргиз-кайсадских хорд и степей Эта книга была написана в 1832 году На основе документов из архива Оренбургской пограничной комиссии В своей книге Левшин дает подробное географическое описание казахской степи И знаете, что выяснилось? В первой главе Левшин дает географическое описание казахской степи и его пределов По Левшину самая северная точка 55 градусов северной широты недалеко от Омска Самая южная 47 градусов северной широты Западная точка 37,8 градусов восточной долготы И восточная точка 71,8 градусов восточной долготы Эти координаты уже показывают, насколько огромной тогда, в XIX веке, была казахская степь Кроме того, Левшин в этой своей книге описывает территории таких казахских родов, как Аргыны, Кыпчаки, Уаки, Киреи, которые имели свои владения в огромных северных территориях до самого города Омск Таким образом, практически во всех трудах российских исследователей, которые приезжали в казахскую степь в XVIII-XIX веках, показывается, что границы казахской орды доходили до Омска и Тобольска Например, выдающийся тюркский ученый Курбан Гали Халид в начале XX века писал, что исконно казахская территория Арха в длину начинается с Алтая и доходит на западе до Уральских гор В ширину, начиная с Черного Ертыша и отрогов Алтая, тянется до реки Обь на севере Отсюда на запад проходит через Кушколь, через Устье Оби, доходит до Урала и укрепления Челябинск Тут следует отметить, что казахи не сидели и смотрели, как у них забирают огромную территорию Казахские джигиты с оружием в руках пытались отстоять традиционные земли своих предков Героическая борьба казахского народа за свои земли описывается сотнями российских источников Например, офицер генерального штаба Бларамберг писал «Ценою крови купили казаки обладание плодоносными берегами Илека Старинные владетели его не раз под предводительством своих батыров собирались огромными толпами и дрались насмерть, желая лучше расстаться с жизнью, нежели с кочевием предков Всевозможный вред на население поселенцам Гунны, запасы сена и иногда сами станицы пылали Исследователь Западной Сибири Петропавловский в своей статье по Ишиму и Таболу, которая вышла в 1886 году, пишет В Курганском, Ишимском и Тюкалинском округах борьба крестьян шла с киргизской саками, которые до последнего времени отстаивали свои права хозяев на эти земли Но, к сожалению, самоотверженная борьба казахов не дала результатов Особо хочу подчеркнуть, что не только труды российских исследователей подтверждают тот факт, что казахи владели огромными землями на севере Это можно увидеть и по официальным документам Российской империи Мало кто знает, что согласно указу Российского Сената от 26 января 1822 года была учреждена Омская область И знаете, какие территории вошли в эту область? Так вот, согласно этому указу в состав Омской области вошли непосредственно сам Омск, а также современные Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павладарская и Североказахстанская области В 1854-68 годах Омск вообще становится официальным центром Среднего Жуза или области сибирских киргизов, как теперь называли Средний Жуз Когда же в 1868 году область сибирских киргизов была разделена, Омск становится центром Акмолинской области С 1882 года Омск это столица огромного степного генерал-губернаторства, который охватывал только чисто казахские земли И в этом статусе официальной столицы казахов Омск находился до 1918 года В первые годы советской власти Омск также практически ассоциировался с казахским народом Так, например, согласно декрету в ЦИК от 26 августа 1920 года была образована Киргизская автономная советская республика Территория которой на севере доходила почти до самого Омска Это было сделано для того, чтобы большевики получили поддержку казахского народа Когда же большевики к середине 20-х годов XX века укрепили свою власть, отношение к казахам стало меняться Обширная казахская степь стала со всех сторон урезаться Огромные куски казахской земли Кремль стал раздавать соседям И эта практика продолжалась до самого распада Советского Союза Я считаю, что только распад Советского Союза спас казахский народ Иначе бы советские руководители уничтожили бы не только казахский народ Но и полностью разделили бы казахскую землю И это тоже наша история, которую мы должны знать И мы должны помнить, что Северный Казахстан Это исконная традиционная земля наших предков Которая свои границы имела до самого Омска Омска